вечер добрый всем зрителям youtube канала утро февраля я владимир куриной рад приветствовать вас из нашей киевской студии 19 15 по киеву 20 15 по москве ну и мы всех призываем наших зрителей поставить лайк этой трансляции поделиться ссылочкой на этот эфир в ваших социальных сетях а ну и будьте активными в комментариях все что услышите на протяжении этого часа обязательно не оставьте без своего внимания откомментируйте согласны вы или нет открытая площадка для дискуссий поэтому в призываем вас быть активными ну и конечно же друзья подписывайтесь на наши телеграм ресурсы на заходите почаще на наш сайт нас есть twitter у нас есть facebook время от времени будем подсказывать вам как нас найти в на просторах интернета ну и в этой программе вечер трудного дня мы анализируем все то что произошло на протяжении дня сегодняшнего ну и так подводим итоги некоторых процессов которые так кажется что завершаются если речь идет об американских выборах ну и так прогнозируем некоторые процессы которые еще впереди но это речь конечно же о о взятии вооруженными силами украины херсона и оставление этого города и окружающих сел вооруженными силами российской федерации вот с этой темы и начнем по последним сообщениям в херсоне российские военные подрывают ряд важных инфраструктурных объектов в телеграм-каналах сообщается о том что российская сторона уничтожила несколько котельных объект обл энерго и телецентр связь по данным местных жителей нормально работает только вблизи антоновского моста ну это уже за пределами города херсона это поселок в антоновка ну и мы наблюдаем за теми процессами которые идут вокруг херсона начинается постепенный отвод российских войск с херсонского направления об этом сообщают европейские военные эксперты ссылаясь на обновленную карту обстановки на юге украины вот она перед вами по их мнению в ссу уже продвинулись севернее херсона и освободили такие села как калиновская чкалова евгеновка бобровый кут также эксперты пишут что российские войска на правом берегу днепра отступят на юг за реку этот процесс уже идет хотя на это потребуется время из-за ограниченных возможностей перевозки войск и техники есть сообщение что армия рф заняла оборонительные позиции на переправах чтобы прикрыть отступление информация требует подтверждения украинской агентштаба ну и конечно ссылаясь на данные украинских военных мы можем говорить о том что ну вот вы видите прямо по центру снегуривка небольшой городок на к северу от херсона он уже под контролем вооруженных сил украины об этом есть много подтверждений в социальных сетях много видео о том как местные жители приветствуют украинских военных об этом всем будем говорить далее с нашим гостем я рад его приветствовать в нашем эфире политик экс депутат государственной думы российской федерации константин баровой константин вечер добрый рада вас приветствовать нашем эфире здрасте владимир у вас за океаном вижу совсем не вечер но тем не менее мы так уже подводим итоги этого дня давайте поговорим об этом конечно американские выборы наверное сейчас топ тема в американских медиа мы о ней сегодня также планируем поговорить но давайте начнем с военных событий которые ближе ближе украине ближе россиянам которые следят за происходящим как кажется вам насколько о глобальных и фундаментальных вещах мы говорим если говорим об отступлении из херсонской области ведь российская пропаганда и политический истеблишмент в москве он превозносил этот город говоря о том что ну вот мы взяли его россия здесь навеки россия здесь навсегда и и так далее и тому подобное какие политические процессы по вашему вот это отступление под давлением в ссу может повлечь за собой для кремля ну с вашими коллегами это уже обсуждали что победа республиканской партии соединенных штатах выдадит путина начать сворачивать операцию вот так после до после того как а конгрессмены в две тысячи двадцать третьем году начнут свою работу ну вот новый состав конгресса это состоится по моему пятого января если я не ошибаюсь да ничего хорошего пути но ожидать от этого не приходится потому что к сожалению заканчивается время когда с ним вели переговоры американцы демократическая партия недавно сальван сообщил что да действительно под давлением журналистов он сообщил что действительно переговоры велись и все это время патрушевым да нету патрушев всякие переговоры велись и они отрицали в общем одно время демократическая партия отрицала что с путь нам ведутся переговоры о том что перед началом военных действий перед началом войны были переговоры вот но теперь видите сознались новая администрация в конгрессе новые конгрессмены по видимо будут занимать более активную позицию в отношении этой войны то есть они так вроде там огромное количество двухпартийных решений сбалансированных согласованных поддерживающих украину вот но байдена его администрация удавалось сдерживать этот порыв конгрессменов и республиканцев и демократов вот но я думаю с начиная с нового года у байдена будут большие очень проблемы возможно даже будет начать начать процесс импичмента вот и ему будет конечно не до соблюдения договоренности с путиным а а как вам кажется вот такие предварительные результаты и вообще в мы поговорим сейчас отдельно о том какие данные уже есть по состоянию на сейчас дабы связать вот темы войны с темы американских выборов это как-то диктует для владимира путина не знаю спешность принятии последних политических военных решений дабы что-то успеть еще за то время пока новый конгресс сформированный под ну и соответственно нижняя его палата палата представителей ну уже с точностью наверное почти до 100 процентов можно сказать что будет большинство республиканцев там как вам кажется это вы принуждает владимира путина каким военным решением сейчас ну во всяком случае нужно опасаться этого иметь это в виду что могут быть какие-то радикальные решения кроме так сказать выравнивание линии фронта вот он может пойти на какие-то авантюрные радикальные решения но это уже задача для военных которые насколько я понимаю учитывают такие возможности в я имею ввиду в силу вооруженных сил украины вот но в принципе это будет ну сворачивая что ли операции понимаете на начальном этапе путин по-видимому обещал быстрый захват украины обещал американцам контроль над территории украины и в общем поддержка которую он получил в начале очень опасная на самом деле вот она привела к началу военных действий вот но к счастью он не справился с теми задачами которые ставил перед собой вот и тем более не ожидалось такого мощного сопротивления украины и такого поведения от президента зеленского который оказался очень твердым лидером способным объединить вокруг себя общество народ организовать оборону в условиях когда между прочим продолжала функционировать довольно мощная агентурная сеть россия в украине даже в этих условиях ему удалось справиться вот с этой ситуации защитить украину это восхитил конечно все сегодня в соединенных штатах восемьдесят процентов граждан это небывалая цифра для америки поддерживают украину и пизодически за продолжение даже по моему 60 с лишним процентов за увеличение поддержки украины да и к сожалению мы это видим с вами это поддержка вооружениями не очень стабильно вот и очень много отговорок связанных с тем что якобы предотвращается третья мировая война якобы предотвращается но вот этими сдерживающими моментами предотвращается ядерная война но такое впечатление что речь идет о просто договоренностях с путиным администрации нынешней которые с одной стороны не 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 в состоянии как это было перед войной запрещать там больше великобритании поставки вооружений вот с другой стороны она же борется за популярность соединенных штатов а когда 80 процентов граждан за украину в этих условиях доказывать что помощь не нужна но довольно сложно вот так что ситуация начинает меняться радикально и будем надеяться хотя понимаете вот это же еще один момент очень серьезный пропагандистская компания россии мощнейшая пропагандистская компания которая утверждала что приход республиканцев не выгоден украине нанесет ущерб украине то вот мы видим уже просто вот первые результаты херсон вот и за ним безусловно последует другие война это тем или иным способом путин и останавливать но при всем при этом константин натанович как вам кажется а отдельные республиканцы ведь они своими высказываниями подогревали этот рупор российской пропаганды я напомню что были слова о том что больше ни цента в украину одна из кандидаток в конгресс заявила такое на встрече с избирателями мы помним те слова лидера наверняка будущего спикера в палаты представителей который говорил о том что в ну мы будем пересматривать многие процессы но мы в конце концов помним слова дональда трампа который настаивает на компромиссии говорит том что украине вообще стоит крым признать российскими так далее как кажется вам насколько действительно среди республиканцев могут муссировать вот подобные мнения о том что нужно радикально сокращать поддержку знаете вы на самом деле повторяете пропагандистской установки пропагандистской кампании демократической партии очень мощный это тоже некоторое новое явление соединенных штатах пропагандистские кампании это конкуренция конкуренция двух политических партий вот то что мы наблюдали и на республиканская партия была против не целевого использования ресурсов очень многие средства которые направлялись в помощь украины были использованы ну таким этим мягко скажем странным способом там пакет который выделял 80 миллиардов долларов украине из него досталось всего шесть с половиной миллиардов и размазанные во времени был принят закон это был двух партийный консенсус закон о ленд-лизе но он не исполнялся понимаете по ленд-лизу закон не исполнялся было предложение принять закон об объявлении россии государством спонсором терроризма террористским государством и администрация вот госсекретарь обратился к конгрессу с призывом не делать этого потому что как он сказал вы тем самым убиваете дипломатию мы потеряем возможность влиять на россию договариваться с ней вот это желание договариваться с путиным мне кажется самый опасный момент элемент вот политики нынешней администрации они хотят договариваться и кстати говоря я ожидаю что администрация зеленского будет испытывать очень сильное давление вот именно в это время до начала деятельности нового состава конгресса со стороны администрации сша но уже в общем заявление сделаны призывы начинать переговоры это транслируется на самом деле от путина через администрацию демократической партии вообще это явление понимаете социалисты или социал демократы во власти это очень опасное явление и мы это видим по экономической политики по внешней политики соединенных штатов это такая цепь неудач ну во всех о властях понимаете отсутствие профессионализма отсутствие ну свойственных соединенных штатам позиции действий принципов строить социализм соединенных штатов это не самая лучшая идея но администрация демократической партии сама демократическая партия этот социализм все-таки собирается строить и мне кажется это очень опасно это проявляется в самых разных частях экономической внешней политики там есть горячие головы которые призывают строить коммунизм в соединенных штатах понимаете им концлагере которые мы наблюдали в советском союзе им оказалось это недостаточным аргументом они хотят попробовать свой гулаг создать константин я предлагаю поговорить о военной помощи со стороны соединенных штатов в сторону украины о том какой она есть сейчас попытаться спрогнозировать что изменится в какую сторону после 5 января я процитирую некоторые последние заявления вот президент соединенных штатов джо байден заявил о том что ракет ну скажем так сформулирована очень обтекаемо он сделал заявление из которого журналисты могут предположить что ракеты для систем хаймерс которые были предоставлены соединенными штатами достаточно давно и очень эффективно себя показали на территории украины и вот последний отчет который киев предоставил пентагону о том что ни одна установка хаймерса не было уничтожено российскими военными так вот предполагается что вашингтон может предоставить украине ракеты уже более высокой дальности 160 миль примерно 260 километров не о том что они уже уже могут быть переданы а цитирую мы предоставляем эти хаймерсы есть два типа говорят человеческим языком это ракеты которые вы можете вставить в них одна пролетает более 600 миль другая около 160 мы им не давали тех которые идут на 600 миль потому что я не хочу чтобы они начали бомбить российскую территорию сказал байден на пресс-конференции по итогам выборов в то же время отказались передать украины украине ударные беспилотники gray eagle об этом сообщает wall street journal со ссылкой на официальных лиц сша как отмечается что заявка киева на получение ударных дронов рассматривалась белым домом несколько месяцев однако пендагон отклонил такой запрос из-за опасений что предоставление этих беспилотников может привести к эскалации и сигнализировать москве о том что сша предоставляют оружие которое может быть нацелено на позиции на территории россии это примерно вот вкладывается в ту парадигму который вы описали перед этим вот касательно как минимум грей игл но вот что касается хаймерсов как кажется вам может ли так быть что администрация байдена все-таки согласовала и утвердила это решение передать украине качественно более дальнобойное оружие вы знаете это очень важный вопрос и мы с вами хотим чтобы украина получила эффективное оружие и высокоточное оружие и повышенной дальности оружие но все-таки у нас если более общий взгляд использовать у нас задача цель желание получить ситуацию которую при которой россия освободит территорию оккупированную в украине вот и прекратит но вот эти провокации военные действия понимаете это делается разными способами в том числе и дипломатии в том числе и ну не прямым что ли воздействием на россию санкционным воздействием к сожалению наверное вы помните после прихода этой администрации к власти начали сниматься санкции очень эффективно очень быстро санкции которые позволили путину достроить северный поток 2 санкции вторичные которые позволили привлечь крупные компании к этому строительству вот а нам надо чтобы россия убралась территории украины вот это лишь один из способов решения проблемы победить украину мы хотим мы этого не скрываем и вы я и многие в украине хотят чтобы эта война закончилась на красной площади победным маршем так сказать подписанием капитуляции вот но эта задача максимум восстановление там демократии в россии но задача минимум прекращение вот этой войны и удаление с территории украины российских войск там понимаете как там же ведь хотим хочет этого путин или не хочет там уже начинаются внутренние процессы очень мощные которые приведут по всей видимости к дезинтеграции россии то есть продолжение на самом деле это имперской дезинтеграции которая началась девяносто первом году вот и по всей видимости так же как в девяносто первом году возникло много новых государств по всей видимости на территории россии возникнет много новых государств наша задача не тратить на это силы энергию ресурсы и жизни граждан украины вот поэтому считать что это ну вот главная задача дальнобойность оружия понимаете это все таки упрощение сильное упрощение задачи которая стоит перед нами константин натальевич давайте поговорим о об американских выборах вот когда мы готовились к этому эфиру по состоянию где-то на час назад два часа назад вы мы имели следующие данные около 90 процентов бюллетеней уже подсчитано по данным сене на в текущий момент республиканцы в палате представителей забирают 209 мест демократы 191 место сенате 49 мест у республиканцев 48 у демократов но еще голоса подсчитываются ключевыми аналитики называют три оставшихся в штата которые еще считают аризона джорджия невада вот победа в любой партии в двух из трех обеспечить контроль обеспечит контроль над сенатом официальные результаты в аризоне и неваде могут быть оглашены уже в пятницу чего не скажешь о джорджии там ни один из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов но это означает необходимость проведения второго тура в начале декабря несмотря на то что демократы были готовы потерять преимущество в палате представителей джо байден лично поздравил победителей демократов по словам президента результаты голосования говорят о разочаровании американцев положением дел в стране давайте послушаем в последние годы наша демократия подвергалась испытаниям но американский народ высказался и еще раз доказал что демократия это мы но и свою очередь экс-президент соединенных штатов дональд трамп заявил что победа республиканских кандидатов его заслуга поражение не его вина давайте послушаем что ж я думаю если они победят то я должен получить все признание а если проиграют то меня не следует винить вовсе но наверное будет наоборот когда они победят думаю дела пойдут хорошо мне выскажут немного признания хотя во многих случаях я говорил людям избираться и они выдвинулись оказавшись очень хорошими кандидатами но обычно так когда дела у них хорошо мне нисколько не признательны дела у них плохо меня винят во всем так что я готов ко всему но мы защитимся константин натальевич давайте поговорим о персоналиях позже о лидерах двух партий что скажете по этим результатам это в победа республиканцев но не такая сокрушительная как ее ожидали даже аналитики среди демократов до говорилось перед выборами о том что это сейчас продолжает обсуждаться что по соединенным штатам прокатится красная волна красная волна это победа республиканской партии она обозначается ее кандидата обозначаются красным цветом а синим цветом соответственно демократы вот и многие эксперты сторонники демократической партии говорят о том что вот красная волна не получилось у республиканцев дело в том что если в сенате будет соотношение 50 на 50 50 человек от республиканской партии 50 от демократической то дополнительный голос получает вице-президент хаммала к хайс вот и у демократической партии будет преимущество но пока эксперты осторожно оценивают это как большую вероятность того что у республиканцев будет 51 голос а в нижней палате в палате представителей большинство будет безусловно в этом уже нет никаких сомнений хотя если вы помните президентские выборы в самый последний момент вдруг был осуществлен очень большой вброс голосов произошла так называемая ступенька байдена когда не мотивированно начали поступать голоса только за одного кандидата от демократической партии к счастью возможность для фальсификации вот на таких выборах распределенных по территории значительно меньше вот и это значит что все инструменты фальсификации которые обычно демократическая партия используют в этот раз не были использованы но не было возможности использовать вот хотя какие-то инструменты использовались я живу в калифорнии это демократический штат вот и большинство жителей калифорнии это сторонники демократической партии и здесь используются все возможные инструменты чтобы повлиять на результаты выборов вот эта технология когда избиратели выезжают в другие штаты и голосуют еще и еще раз вот то что в россии называлась технологией в украине технологии каруселей здесь они к сожалению используются понимаете победа республиканской партии это еще и очень важный момент когда будет принято несколько законов целый ряд законов которые позволят предотвратить фальсификации в будущем и изменят совершенно ну вот эту систему выборов она станет честнее просто возможно для фальсификации исчезнет сегодня а очень много так сказать дыр в законодательстве которые позволяют не только гражданам несколько раз голосовать но позволяют также голосовать на больших федеральных выборах и не граждан вот республиканцы считают одной из важных своих задач остановить этот процесс предотвратить будущее фальсификации константин натанович давайте поговорим о персоналиях мы так не зря выделили две прямые речи слова байдена более коротко слова в трампа более широко насколько как вам кажется их авторитет своих партиях он как-то вот эти результаты которые мы видим по состоянию на сейчас они каким-то образом могут стать маркерами того насколько влияние одного и другого меняется в их партиях какая динамика этих изменений влияние дональда трампа очень высоко сегодня это человек обладающий самой мощной поддержкой внутри партии и не только и сейчас же ведь понимаете во время выборов там есть сторонники демократической партии республиканской партии но есть такая середина колеблющиеся вот они на самом деле принимают решение кто победит поддержку дональда трампа очень большая там есть кандидаты с близкой поддержкой там десантис там другие люди вот но пока никто близко не приблизился к тому уровню поддержки которые есть у трампа пропагандистская кампания демократической партии наносит серьезный ущерб имиджу президента дональда трампа дискредитирует его и мы об этом очень много говорили с вашими коллегами вот но к счастью это демократическое государство здесь могут существовать пропагандистские кампании то есть некоторая монополизация средств массовой информации вот то что произошло начиная с 16 года основные самые крупные средства массовой информации они заняли такую антитрампистскую анти республиканскую позицию и боролись с дональдом трампом его обвиняли в расизме в мужском шовинизме в ненависти к иммигрантам ну в чем только не обвиняли никаких доказательств не было его обвиняли в том что он на крючке у путина как потом оказалось демократическая партия на крючке у путина его обвиняли в том что вот это вот обвинение которое формулировалось как латинская пословица quit pro quo ты мне я тебе значит о том что он потребовал у зеленского значит расследовать преступления вице-президента байдена иначе ему не будет предоставлена там помощь матери одну украине хотя сам байден под камеры понимаете это произнес что либо вы снимаете прав при разговоре с порошенко либо вы немедленно снимаете генерального прокурора который начал расследование преступления вот хантера байдена его сына в компании буризма либо вы снимаете этого прокурора либо и вы не получите один миллиард долларов вот это тоже было понимаете я думаю что байден начиная с нового года столкнется с таким серьезным очень процессом импичмента слишком много ошибок которые похожи на преступления должностные совершил байден и с большой степенью вероятности республиканская партия начнет этот процесс импичмента в январе уже или феврале кстати говоря о лидерстве в республиканской партии я видел сегодня последние выкладки букмекеров которые говорят что вот шансы губернатора флориды рона десантиса который так кажется к это новую волну подхватил на этих выборах они стали выше чем в дональда трампа а как кажется в чем его секрет если он есть и вообще насколько этот человек может бросить вызов демократам на следующих президентских 24 он может бросить вызов это очень сильный кандидат он показал себя последовательным так сказать демократическим лидером последовательным республиканцем у него очень хорошие шансы и успех флорида в экономике в политической системе тоже совершенно очевиден он пользуется большой поддержкой своих избирателей и дональд трамп там в этом районе находится постоянно ну во флориде если говорить об интересе кремля мы так немножко отошли от секундочку вы можем прерваться буквально на 20 секунд хорошо добро добро друзья а я пока у нас небольшой такой импровизированный перерыв вас призываю поставить лайк этому эфиру мы еще будем много времени в в лайве в прямом эфире подписывайтесь на наш youtube на наш twitter facebook на заходите почаще на наш сайт подписывайтесь на наш телеграм там сразу несколько интересных телеграм-каналов в семействе утро февраля ну и каждый из них это результат кропотливой работы целой команды поэтому уважьте вашим вниманием друзья ну и конечно призываю вас поделиться этим эфиром в делитесь им в ваших социальных сетях особенно если вы живете в россии сбросайте по вашим диалогам с единомышленниками с друзьями родственниками если уж не имеете возможности опубликовать это открыто потому что контент у нас такой достаточно в достаточно радикальный и достаточно против шерсти поэтому друзья ну распространяйте в меру ваших сил и возможностей ну и конечно комментируйте в происходящее в комментариях продолжает наш разговор константин если вы на связи позвольте продолжить об интересе кремля и интересах россии вы так вначале упомянули о том что была волна сообщений о том что якобы кремль заинтересован в победе республиканцев и так далее и тому подобное вот как кажется вам по состоянию на сейчас вот мы накануне саммита большой двадцатки уже известно что владимир путин скорее всего не поедет уже известно что и владимир зеленский туда не поедет но точно будет там джо байден точно будет западная антироссийская коалиция и насколько понимают лидеры большой семерки планируют отдельно встретиться и возможно сделать некоторые заявления и в возможно подписать декларацию отдельно да от 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 общего формата большой двадцатки но вот как кажется вам на данном этапе насколько в интересах кремля в ну воспользоваться не знаю этим внутренне политическим замешательством внутренней политической ситуации вокруг байдена мы видим как много его критикуют и это наверняка где-то ослабляет политическую позицию потому как ну именно на байдена смотрят как на лидера западного мира который противостоит владимиру путину как как лидеру такого империализма большого как лидера которые вот перескал хочет пересматривать историю вот вы ожидаете от этой встречи на g20 от этого форума каких-то решений которые бы существенно могли баланс сил сдвинуть в ту или иную сторону вы знаете вот эти крупные решения встречи которые проходили с трампом они привели вот к усилению нато очень серьезный момент когда он призвал страны нато начать финансировать свою безопасность дональд трамп призвал страны нато выполнить обязательства которые они сами перед собой так сказать поставили это два процента ввп а когда вернулся верной к власти пришли демократы джо байден его решения были по сдерживанию самостоятельности нато по существу именно из-за вот этих сдерживающих призывов некоторого напряжения в отношениях с великобритании с польши со странами балтии которые поддерживали украину и которых сдерживала нато и соединенные штаты понимаете мы сегодня можем говорить о том что по существу две организации по безопасности в европе функционируют это нато восточная украина великобритания страны балтии польша там некоторые другие государства и нато западное это франция германия соединенные штаты которые а самого начала войны сдерживали украину мы об этом говорили было очень много признаков того это более богатая часть нато от нее зависит там значительная часть поставок вооружения в украину вот но с точки зрения таскать противостояния имперской россии это ну самый ненадежный партнер потому что он пытается договориться с россией с одной стороны понимаете очень много правильных аргументов используется ведь все это делается для якобы для предотвращения ядерной войны для предотвращения третьей мировой войны но иногда эти действия похоже на провокации на стимулирование кремля путина к более активным действием это было в самом начале войны и даже перед два начала войны если вы помните когда соединенные штаты заявляли о том что а война точно начнется но они точно не будут защищать украину вот и это очень не похоже на то что было в 2008 году тогда вот была республиканская администрация которая в критический момент в грузии просто высадились геркулеса самолеты с американскими вооруженными силами и путин который находился тогда в пятидесяти километрах от тбилиси войска путина они развернулись и покинули территорию грузии вот я бы предпочел чтобы в момент когда под киевом стояли войска чтобы соединенные штаты ну проделали вы что-то так такое же понимаете а не пришлось бы платить ну тысячами жизни безусловно константин натанович вынужден прервать вас к сожалению мы исчерпали весь наш лимит времени спасибо вам за в эту беседу спасибо за аргументированный разговор о будущем соединенных штатов будущем украины будущем россии я напомню нашим зрителям том что нашим гостем был константин боровой политик экс депутата государственной думы российской федерации я владимир куриной был рад провести с вами этот час друзья не забывайте подписываться и ставить лайки в нашем видео ну а увидимся мы вживую уже завтра начиная с 10 утра по киеву начинать наши прямые эфиры поэтому не пропустите подписываться и т.к. часы